МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Волонтеры БРСМ поширают свои махшимости. Активисты молодежной организации наведали областный центр Олимпийского резерва. А зараз об этом и иншем – больше подробно. У совезе с усталявавшимся теплым надворьем на этом тыдне у Гомеля перешли на режим протеплывания жилого фонду. Такое решение принято с мытой рационального выкористания палевно-энергетичных ресурсов. В режим протеплывания так само переходят объекты на территории в области. Коммунальные службы города провели наладку систем автоматичного регулирования подачи теплоэнергии для жилого фонду. А так само отключили от отепления подъезды жилых домов. По прогнозах синоптика у Гомеля до выходных протрымается комфортное надворье, а с субботы шакается похолодание. Як только температура поветра понизится, работа системы отепления жилого фонду протягнется у штатным режиме. Створы – працевное место сам. Гэта основная идея развития не только предпринимательства, але и стартап-руху, який набирает обороты у Гомельской области. Цекавый проект зараз реализуется в университете имя Сухога. Над ним из мастер-классов побывали наши корреспонденты. Гомельский технопарк бадает, что все университеты, бизнес-школы и бизнес-суполки все активно выявляют и поддерживают молодь, которая имкнется засновать властную справу, не боится экспериментов, володая оригинальными идеями да нестандартным мысленням. У Гомельского государственного технического университета имя Сухога организовали стартап-школу. На протягу пяти дней вядомые бизнесмены Гомеля ладят тут свои мастер-классы. Не просто получить работу, а самое главное создать эту работу. Вопрос сегодня встает так, что государство не может обеспечить всех желающих рабочими местами, но оно дает возможность эти места создать, самому проявить себя, ну и, по крайней мере, помочь родственникам, друзьям и так далее. То есть вот под таким углом зрения и идут эти все мероприятия. Колясо студентов, которые пришли на встречу, не только с захоплением слухают ораторов, но и задают абсолютно дорослые и глубокие вопросы. Например, как не пролечиться с идеей, которая, на первый взгляд, сдается вельми удалой. Какие помылки у своей бизнес-карьеры допускали предпринимательники. Эти потребные специальные веды, как засновать властную справу. Оксана Шаученко – спикер одной из встреч стартап-школы в бизнесе 12 лет. Яна не только першоклассный оратор, а ли и досконало ведая якисти по извилистой дорозе сучастного бизнесу и меньше спотыкаться. Именно сознание того, что, что бы ты ни делал, работая на кого-то, либо работая на себя, ты делаешь все равно ровным счетом одно и то же. Ты развиваешь либо себя на своем предприятии, либо другого человека. То есть ты делаешь ровным счетом ту же самую работу, а, возможно, и больше на кого-то, чем если бы ты работал на себя. Осознав эту мысль, каждый должен понять, что все равно работать ты меньше не будешь. Вопрос, на кого ты будешь работать и кого ты будешь развивать – себя или другого человека. Майстер-классы проводятся что дня с 14.01 до половы пятой. А пошняя сустреча запланована на 20-е костричника. Тому каждый, жадающий, еще может поспеться, тримать для себя пылную колькасть корыстной информации. Марина Джалая, Наталья Игнаценко, Яуген Макеенко. Талерадио «Кампания Гомель». Нацбанк снова снизил ставку рефинансования. На этот раз на паупункты до 11% годовых. Решение принято по выниках, что квартального посаджения по пытаниях оценки прогнозуют ситуацию экономики и грошовой кредитной сферы. Так, инфляционные процессы протягивают заповольваться. У жнивне у годовым выражении прирост споживецких цен знизился до 5,3%. З уликом динамики инфляции чакается, что прирост споживецких цен по выниках года складеться ниже, чем прогнозавалася ранее. Волонтеры БРСМ паширают свои махчимості. Активисты молодежной организации наведали областный центр Олимпийского резерву, чтобы отримать азы работы с конями. Что с этого отрималось, ведает Олег Сенцеров. Соправдный волонтер БРСМ повинен иметь усе – и автомобилем керовать, и конем. Негде, дичи на наш техногенный час, место в нашем жите коню все еще есть. История конегадовли на Гомичине, наличивая не одностагодде, еще дореволюционный владельник города, князь Иван Паскевич, захоплявся разведением коней, побудованные по его загаде конюшни и манеж заховалися до нашего часу. На початку 1920-х годов у этих мястинах находилась Гомицкая кавалерийская дивизия 1-й конной армии Будённого. Что отрежется Беларуси в целом, то зараз у республицы наличивается крыху больше 60 тысяч живел. Непосредственно працовать на их волонтеры не будут, а для отримать азы обыходжения не перешкодить. До речи, при наявности с дольностью просто научиться ездить на коне можно негде за одну годину. Я занимаюсь уже около 20 лет и у меня достаточно опыта. Все зависит от возраста лошади и от ее психики. В основном примерно год нужно на то, чтобы лошадь хорошо понимала всадника. Акцию по научанию обыходжения с конями областный комитет БРСМ провел разум с Управлением спорта и туризма Гомицкая Аблова-Канкама. Место проведения – Центр Олимпийского резерва по конном спорте, якому сегодня исполнится 60 годов. За этот час тут не только подрактовали шматриких чемпионов и призеров с поборницей розного узровня, а ленин запасили значный опыт по научанию всех жадающих основным элементам конного спорта. В Гомицкой области насчитывается около 7 тысяч волонтеров. Это 197 волонтерских отрядов. Мы занимаемся различными направлениями. Это экологическое, спортивное и социальное направления волонтерства. В рамках социального направления наши активисты помогают престарелым гражданам, детям-сиротам, детям-инвалидам. В рамках спортивного направления мы помогаем спортсменам на велопробегах. Теперь волонтеры БРСМ смогут обслуговать и с поборницей по конном спорте. Меж тем, в планах активистов организации провести учебные занятки еще и с тренерами по плаванне. Олег Синтеров, Валерий Гопанько, Телерадокомпания «Гомель». На дворе подарила шанс здействовать еще одну добрую справу. Теплые дни провели с корыстью дельники Гомельского мотоклуба «Железные браты». На переддни яны покатали на мотоциклах детей с обмежованными физичными махчимостями. Пассажирами «Железных братов» стали подлетки с розными физичными хворобами. А так само дети, которые не имеют махчимость перемешаться без инвалидной коляски. Прогулка на туристичных мотоциклах для их не только глуток свежего поветра, а и зарад становящих эмоций, так необходимых для поляпшения настрою и самоотчувания. Я даже и представить не могла, что у меня такая возможность вообще выпадет и подвернется вообще. Ну здорово, конечно. Ощущения нереальные. Когда едешь по городу, вот это вот рассекаешь. С музыкой с этой еще люди все оглядываются, смотрят, а ты машешь. Короче, ощущения непередаваемые. Погода нам подарила сказочный, солнечный и теплый день в середине октября. Мы, в свою очередь, в благодарность за это, решили подарить праздник девчатам. Ну и как бы спонтанно родилась эта акция. В новом сезоне «Железные браты» плануют поширить масштабы акции за кошт повеличения колькости у дельников пробегу. У сего яны покатали калет десяти детей, среди которых была и Анастасия Юрченко. Гэта девчинка, якой после дорожно-транспортного здарения усим гомельским регионам сбирали сродки на лечения. Необходную сумму собрали. Операция прошла поспехово. Настя иде на поправку. Я хотела бы выразить благодарность людям, которые мне собирали на лечение. Большое спасибо. У выставочной зале Гомельска областного центра народной творчасти открылась экспозиция «Великому Кастрычнику присовершается». 7 листопада спаунняться 100 годов з дня Великой Кастрычнинской революции, якая стала одной з найбуйнейших падзея 20-го стагодзе и пауплывала на ход гесторые. Тому тематыка экспозиции будзе цикава не тольки наведвальникам, але и знойдзе водгук у гесторыхаў. У выставочной зале працтавлена разнастайная палитра накерункаў. Гэта агітаційная плакаты, публикации з газет и документы, листолки, книги, атак сама фотографии демонстрации и митингаў 17-го года. Особную частку выставы представляе постсоветский живопис. Картины гомельских мостаков, казачэнки, олейника и звенигородского. У нас представлена на выставке живопись. Это уже постсоветская живопись, начиная с 1929-го года, вот, 80-е и 60-е годы. Художники того периода, как известно, рисовали в тематике. Это были какие-то сельские пейзажи, да, это были события из жизни крестьяны, из жизни рабочих. Усе экспонаты прадоставлены гомельским палацаво-парковым ансамблем. Старышаму покаленю экспозиция падурыць хвелины ностальгии, а молодь акунецца у атмосферу, у якой жили их бабулі и зядули. Выстава будет працаваць до 11-го листопада. Гэта инша новины вы можете знайсти на нашем сайте, у интернете по адресе www.tvrgomel.by. Далей у эфиры спортивный агляд. З новинами спорту вас познайомець Максим Савян. З новинами спорту вас познайомець Максим Савян.